Как только я зашел на сервер, я увидел такую картину. Какой-то бомжик стоял, добывал камень камушком, и на него напал более залутанный челик с арбалетом. Нифига себе, там тип просто лут скидывает, чтобы он не убили. И в этот момент я понял, что я хочу проследить за этим залутанным челиком. А вообще, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, вас ждет интереснейшая история под названием «Легенда об иностранце». И ребят, скажу честно, лайки для меня это действительно очень важно. Надеюсь, вы меня поддержите. А, это его дом, понял. Ща, браток, я найду ткань, я к тебе вернусь. С одной стороны, он забрал лут у бедного бомжика, а с другой стороны, он его почти дело не убил. Короче, я решил провернуть социальный эксперимент. Но для начала, я скрафтил себе чирку. Короче, если лук не судьба, я сделаю чирку. О май год, очень красивый шоп, ой, да. Ммм. Я думаю, что я купил что-то. О, не могу. Но ты... Ты будешь возвращаться в любом случае. Да, думаю, что это хорошо. Можно купить дБ от скрафта? Спасибо. Поговорив с ним немного, я выяснил то, что двушка стоит 40 скрапа. Конечно же в моих планах было доделать эту сделку до конца. И первым же делом я побежал фармить бочки, которые найти на этом сервере было практически невозможно. Их просто не было. Вернусь к нему и скажу, блин, у меня что-то не покупается, можешь выйти? И мы посмотрим, обманщик он или нет. Нормальный ли он парень? Или грязный обманщик? О, топор. Найти 40 скрапа у меня не получилось, зато я смог подфармить немного компонентов, которые я потенциально мог обменять. О, да, это я. У меня есть компоненты и 20 скрапов. И я могу фармить бочку, если вы даете мне дб, потому что слишком много времени я делал. Как много у меня сейчас? Окей, and I drop db from the roof. Окей. Интересно, убьет он меня или не убьет, вот еще вопрос. И это был действительно волнительный момент. Я все время надеялся на то, что он выйдет на крышу и просто убьет меня. О, эээ, I forgot the db, but here, so. О, thank you so much, bro. Nice deal. See ya. You good, man. Bye. Но я был не прав, паренек оказался честным и добродушным. И в этот же момент я понял, что доставать его я не собираюсь, и отправился в сторону мирного города. Блин, это, это интересно. И по пути я наткнулся на не очень доброго растера, который пытался меня убить. Please, please don't kill me. Please. No. I told you no, bitch. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Изи фарм. Изи, изи, изи. Это просто максимальный развод челикса. Ха-ха-ха. Ай, блин, не повезло, пацан, у меня портануло. И сейчас на коне уже был я, а не тот челик, который пытался меня убить. После чего в мирном городе я закупил немного дерева. И отправился искать местечко для моего первого домика. Ты не боишься гулять в лесу одиночка, а? Не боишься? Не надо, не надо. Дяденька, не надо. Дай косарька мне. А я тебе коня отдам, честно. Все, забирай коня. Спасибо за трейд. Так, куда мне надо идти? Я бы посмотрел, что вот здесь такое. И не успел я выбежать. Салутпостал, за мной увязались какие-то два бомжика, которые явно хотели меня убить. What the fuck? Что, он за мной пойдет, этот тип? Да, он следит за мной. Мне пришлось сделать огромный круг, где по пути я встретил еще двух фармил, которые добывали дерево. Sit down. Ну и, конечно же, не забывайте писать комментики. Это очень важно. Ммм, помпик. Ммм, МПшка. Я вот не пойму, где тут большие кланы? О, на трейд-ярд. На трейд-ярд упал Ченук. И мне нужно было как можно скорее возводить свою крепость. О, вот здесь я и хотел построиться. В какой-то момент меня даже попытались убить, но я смог с ним справиться и достроить свою хижину. В домике у меня появились ящики и спальник. Я скинул весь лут и уже был готов отжимать Ченук. Я был не единственным умником, который захотел залутать депо. И не успел я туда добежать, по пути я заметил залутанного челика. Куда ты побежал, дружок? Ты побежал на спальничек. Конечно же, лишнюю пушку я решил засейвить домой, потому что оружия у меня было не так много. А тем временем на депо уже кто-то воевал. Но меня это беспокоило явно меньше, чем три типа, которые пытались меня выследить. Ни фига себе вы выдаёте, мужики. Сюда, на базу. Вот это халява. Не, МП5, конечно, без шансов кромсает челика. Ух, хорошо, приятно-приятно сыпет. До открытия кредита оставались считанные минуты. Мне нужно было спешить. Блин, я видел типа на крыше. МПшку, конечно, терять не хочется, но... Я уже её отработал. На все 300%. Ать, ать! Ау! Блин, мне твоя берда нужна, братик. Ух ты, я чуть не упал. Это было бы прям фиаско. Юник! Ну это фиаско, браток. А, ещё 6 минут, понял. Ух, сопля! Серьёзное заявление. Я тебя увидел, браток. Один умник залез на башню и начал по мне стрелять с глушителя. Он надеялся, что его никто не спалит. И я решил ему подыграть. Сделать вид, что я его не вижу. Подойти ближе и просто уничтожить свою цель. Да ёккарный бабай, сколько вас здесь, нафиг? Ох. Да что тут происходит? Петляем. Фух. Да, с местом у меня большие проблемки. Пошёл я, значит, пофармить деревце и увидел, как коптер вылетает с этой огромной территории. И мне сразу показалось это странным. Они как будто с этой базы перевозят пулт в другую. Вот мне так кажется. Может, есть смысл попробовать их сбрить? А ещё возле дома я увидел бомжика, который добывал камушком дерева. О, привет, чувак. Может, у меня есть инструмент? Я думаю, да, я тебе даю. Я просто начинал, мой друг. Я могу дать тебе что-то, если хочешь. Но не слишком много, потому что я нюхер, как ты, чувак. Ты соло-геймер? Попробуй. Да, я соло. Да, это хорошо, я соло, мой друг. Может, я соло-геймер? Да, попробуй. Соло-геймер? О-о-о! Это все, что я имею. О-о-о, я соло-геймер, спасибо. Хе-хе-хе. О-о, спасибо. Ты можешь построить базу близко к мне, если хочешь. И мы можем играть как хорошие близкие. О-о-о, да. Ты реально варен, брат, как я так варен, как-то варен. Я просто убил слишком много людей в трейн-ярд. В моем домике уже было слишком много лута, поэтому мне нужно было нафармить как можно больше камня, чтобы его укрепить. И пока я потихонечку фармился, я услышал, как кто-то убивает моего нового друга. Мне нужно было ему помочь. Кажется, моего друга убивают. Я понял, откуда типа лут, походу, перевозят. Я понял, что он убил тебя. Да, он убил меня. Я убил его. Я убил его, возьми. Я думаю, что ты нужна. О-о-о, спасибо, спасибо. Ва-о, спасибо. Да, я уберу его. О-о, это хорошо. Ты можешь строить здесь. Я уберу тебя. Мой иностранный друг начал отстраивать свой домик. И я подумал, что он сможет справиться с этой задачей сам. Но я ошибался. Через пару минут его пришли и убили. Ей-е-е-е. Ты убил? Да Убил еще один Убил еще один Убил их Убил еще один Убил еще один Тот парень невыносит Слабь его Слабь, слабь, слабь Ты нужен дурс Нет, я купил еще один О, это хорошо, ты должен Слабь его Ты должен сэйв Под дурс, бро Я должен сэйвить В конечном итоге я дождался Пока он поставит дверки И ушел домой сэйвить все то, что я навыбивал Сколько часа у тебя в этом игре? Сколько... 100 Я получил 17 000 Что? Нет Моему новому спутнику я до конца не доверял Я все надеялся, что он убьет меня в спину Ну и конечно же, после всех таких замесов домик я свой улучшил в камень Противников и желающих меня зарейдить было у меня довольно много И тем более, все они жили недалеко от меня Под моим домом частенько начали сидеть разведчики, которые жили на клановой территории Почему ты? Стой близко к моей базе Просто скажи мне Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Я знаю, что ты здесь, мой друг Осторожно Я думаю Я знаю это Ха-ха, я знаю это Ха-ха-ха-ха Одним действием это все не закончилось Они приходили снова и снова Я dead Ты убил их? Я думаю, что ты убил их Да, я убил их Хорошо, брат Потом они и вовсе сели на крышу и начали оттуда стрелять по нам с калаша Офигеть, я понял, кто это Потом у меня и вовсе вылетела игра И пока я заходил на этот сервер, соседи пытались меня зарейдить Но мой иностранный друг исправил эту ситуацию Я почти двумпнул два в голове О, круто, брат Ты очень слегка Ха-ха Это был хороший намек на то, что мне нужно было поставить металл дверки А еще, как вы видите, я запустил в свой домик иностранного гостя Ведь я стал ему уже понемножку доверять Нам нужна лестница по-любому Ладно Я понял У меня очень приятные соседи, которые любят на крыше посидеть Да, у них есть турели У них там какая-то деревня, судя по всему А что они продают? СМГшки? Можно было бы ограбить их магазин потом Бегая по карте, я пытался найти как можно больше скраба, чтобы изучить лестницу И наткнулся на домик, с которого стрелял калашист А мне нужен был этот калаш Лестницы по-прежнему у меня не было Зато у меня был иностранный друг, который мог меня забустить на крышу Где gleich весь гонок Он на своей технике Он на своей технике Он на своей технике Посток Я все надеялся, что они выйдут на крышу, но они совершили ошибку и открыли дверь снизу. Сюда! Ак? Да. Нет, 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 почему? Взбивай! 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 Взбивай и взбивай! Давай, давай! Взбивай ты, Руф Кемпер! Взбивай! Взбивай, брат, хорошо! Руферс и вы не думаете что на этом замес этот был закончен за нами побежали хозяева этого калашика No, 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 we need to save, save loot, you got to much stuff Go, 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 go Они пытались за нами проследить, но нас это не волновало. Нам все же удалось засейвить все то, что мы с них выбили. После таких плотных файтов мы понимали, что скорее всего нас придут рейдить. И нам нужно было заниматься самым любимым делом – фармить камушки. А еще иностранный друг решил построить домик прямо возле меня. И сказать честно, камушки закончились буквально минут через 15. Уууууу, что нашел просто, вот это пушка. Мой фристайл крут, даже когда голос сорван. Для меня фристайл такая разговора формы. После чего, придя домой, я немножечко расширил свою крепость и добавил буферки. И чтоб вы понимали, все это время, пока я играл на этом сервере, возле моего домика тусил какой-то паренек, который постоянно за мной следил. Я его постоянно убивал, а он постоянно возвращался снова, и снова просто смотрел на меня. Это было действительно страшно, я как будто бы играл в хоррор игру. Что этот тип стоит и постоянно смотрит на мой дом? Ну типа странная ситуация, мне кажется он хочет меня бобяхнуть. Надо притвориться АФКшником, отстроить вышку небольшую. Да, я так и сделаю. И я так и сделал. Я притворился АФКшником и просто стоял и плавил метальчик, который мне нужен был на укрепление моего дома. Не успели мы улучшить доме, как на трейн-ярде снова появился чинук, на который мы обязаны были сходить. У нас появилась идея, чтобы не тратить 15 минут впустую, я отправил иностранца за зеленой карточкой, чтобы мы могли разгружать поезда. Но наши планы внезапно сорвались. На этот крейт прибежало 5 человек. Капец, там 5 типов на меня идут. Я сражался с этими ребятами. до последнего, нескольких из них я даже смог убить. Иностранец пришел ко мне на замену, и я вернулся к нему, чтобы помочь. Чинук нам удалось отбить, и мы даже смогли убить пару челиков и забрать у них топ-сет. Вот это кайфули. Теперь у меня есть болтик. Я засейвил все, что мы навыбивали. И вернулся помогать моему другу, потому что его пытались перехватить. Ну, точнее, как пытались. На самом деле, они даже справились с этой задачей. Походу, убили моего друга. О, мой бог, чувак. Посмотрите на этот человек. На этом замесе мы получили огромное количество оружия и различного лута. Но у нас появилась новая проблема. У нас просто не было места. Да, ты должен сделать это сочетание, брат. Ты должен больше бокса? После всего этого в доме я занялся расстановкой ящиков, поставил гантрапчик, и уже мог не бояться за то, что меня кто-нибудь дипнет. А еще, Око, так звали моего друга иностранца, захотел построить домик, который находился бы рядом со мной. И мне нужно было его прикрыть. И, поверьте мне, по домам у нас тусовалось очень много игроков. И это были все те же наши любимые соседи. Они настолько были опечалены, что даже кидали на меня репорты. Я не знаю, что здесь происходило, но когда мы строились, нам приходило очень много желающих отжать наши ресурсики. В конечном итоге, Око все-таки смог достроить свой домик. И наши соседи продолжали думать, что я читер. Прибегали ко мне и спрашивали, зачем я использую voice changer. А еще, когда ты живешь в пустыне, у тебя всегда присутствует одна большая проблема. У тебя просто нету ткани. Поэтому мы схватили все, что можно было переработать на ткань и побежали на аэропорт. А после переработки я понял, чего мне действительно не хватает. Так это второго верстака, чтобы я мог крафтить хотя бы хилки. И дабы на него не тратить драгоценный скраб, который мне нужен был на изучение, я решил подфармить Серкей и купить его на аутпосту. А, ну все, на. О, спасибо. Окей, пайп мой воркбенч левел 2. Если нужно, ты можешь использовать это. Мне просто интересно, сколько у меня оружия. О, у меня лестница есть. Вот это пушка. А по домам у меня все продолжал сидеть разведчик и называть меня читером. Look at this box, бро. Jesus Christ. А после я изучил самый важный предмет в моем выживании. Лестницу. Лутаясь на Айрфилде, мы заметили среды преступлений. Yeah, chicken dead, бро. Chicken dead. No. В планах у нас было залутать красную карту, чтобы потом пойти на космодром. И попытаться найти там базуку. Окей, ждем, бро. О, ларжи беттери из гуд. Ред кей карта. Найс. Красная карта у нас появилась, и это означало, что нам нужно полутать космодром. Это было действительно долгое путешествие, потому что бежать до космодрома нам пришлось больше десяти квадратов. Окей, let's go. Блин, пятно. Серьезно? Гаражка. Не, кум ты мне. Нет. Но я нашел гараж-дор. О, найс. Мы смогли все пролутать, но у нас закончилась медицина. Нам нужно было как можно скорее отсюда сваливать. Но, к сожалению, сделать это получилось только одному из нас. Джамп. О, мой Бог, я умер. Вау. Брян, я умер, бро. Вау... Во тьме ночной мне не составило труда добежать до дома без каких-либо приключений. Найс. Окей, я в ресерч. Гараж дур. После чего я укрепил защиту домика, расставил везде гаражки и отправился отдыхать. Так наш первый день выживания подошел к концу. О май гад, меня никто не бахнул. Вот это поворот. Мы закончили играть довольно поздно, где-то в 5 часов утра. Скорее всего, нас никто не зарейдил, потому что они просто отправились спать и не смогли дождаться, когда мы уйдем в офлайн. Но это было даже к лучшему, ведь на этот день у меня были грандиозные планы. И связаны они были вот с этим маленьким кланчиком. Так, что мне надо? Мне нужна ткань 100%. С тканью у меня большие проблемки. А может скрафтить одну лесенку? Попробовать залезть на территорию, типа, чисто с лесенкой. Блин, мне кажется, меня турели убьют нафиг. Я так и думал. Мне что-то нужно делать с этими турелями, очевидно. А до базуки со скоростной, ой, как далеко. Тогда есть другая идея. Но мне нужно дерево. Моя идея была максимально простая и в то же время гениальная. Мне нужно было выдолбить всего лишь потолок, где стояла турелька. А сделать я это мог с помощью копий и бойницы, которую, по всей видимости, поставили специально для этого. Походу, я нашел лазейку. И с этого момента начался мой самый любимый контент. Выдолбливание потолочка. Сейчас я вам все турельки починю, ребят. Вчера с крыши, говорите, стреляли, да? У мыша подкрадывается сюда. Давай, давай, жулик. Я говорю, что я тебя уничтожу. Я тебя уничтожил. Блин, ну я все равно вряд ли смогу сюда залезть, да? Но мне хватило уничтожить всего лишь одну турельку, чтобы попасть к ним на территорию. Так я могу тут ходить, как у себя дома теперь. Я пошутил. А дальше произошло то, чего я действительно не ожидал. Для некоторых это покажется даже постановой, ведь я и сам в это даже поверил. О, вот этот поворот. Мне нужны лестницы. Мне нужны были лестницы, чтобы попасть на крышу. Но меня все еще смущал люк, на котором был открыт замок. О, три лестницы как раз, хватит. О, блин, да че так больно. О, а тут киберспортсмен какой-то что лежил? Ха-ха, в соломеном проеме еще и все открыто. Ап! За что? За что? О! Я вижу, где можно выключить эту сволочь. Тут все открыто. Тут все открыто. Я хочу сюда. Блин, да мне кажется, просто этот дом уже обчистили. Встань, мужик, пожалуйста. Ты должен это сделать. Давай, эть! Это постановоч. Тут куча ресов должно быть. А почему тут все пусто? Неужели он все перенес нафиг отсюда? О, закрытый. Нет. Тут просто все открыто было. Уголь есть. Блин, выигзинят как реально фигня какая-то. Ха-ха-ха! Сюда просто! О-о-о-о-о-о-о-о-о! Вот он, вот он, жулик, который меня вчера убивал. Ну, тут не так много ресов. ПВОшки! Калаш! Кто такой Томми? Может, его забанило нафиг? Хотя он бы не зашел. Так я могу эту хату себе забрать. Ха-ха-ха! Это тупо халява. Скоростные ракеты есть и базука. Я их так долго искал. Ответы на вопросы, как это все произошло и почему все соло замки были открыты, вы узнаете чуть попозже, когда зайдет хозяин этой территории. Потому что на тот момент мне и самому было интересно, почему все так произошло. Ну, он вчера меня с этого дома убивал. Зачем он все замки открыл? Я понять не могу. Может, он хотел хату другу отдать? Мейн Бека. Бека, походу, владелец этого дома. Судя по всему, бывший владелец. Потому что настоящий я владелец. О! Там вообще фул МВК. Я бы эту вышку еще бахнул у них. Вот с того дома вчера челики бегали. Надо турели у них пробахать. Там ворота открыты. Может, есть смысл просто туда перепрыгнуть сейчас? Посмотреть. Получается, я попал на халявную территорию. Перепрыгнуть на их территорию у меня не составило труда. Я просто сделал небольшую пристройку. О, тут лестницы даже не понадобились. Да, посмотрим. Вчера тут дом был. Есть тут турели у них? Этот дом не гниет. Это означает, что по-любому они онлайнят эти пыли. Может быть, те устали фармить просто. И стоило мне только вспомнить хозяина дома, как вдруг я услышал, что в этом доме кто-то есть. Он зашел! Ха-ха! Ха-ха-ха! Хозяин зашел! Так, я бы тут, наверное, спальник сейчас вырубил нафиг. Ха-ха-ха! Вот это топ! Жуленей? Легуан какой-то. Жуленей Легуан. Кто ты такой вообще? Жуленей Легуан! Жуленей Легуан! Я буду притворяться китайцем. Кто ты? Кто ты? Жуленей Легуан! Это моя база сейчас. Это ужасно. Я использую все мои шутки. Я использую, как, боксер-ракеты. Не, не, не. Я играю здесь только 3 дня. Окей, окей. Нет, окей. Окей, окей. Мы играем здесь, и я не могу подключить вашу бэйс-ченжеру. В пасс. Нет, это ваша бэйс. Спасибо за бэйс, ты б***! Ези фарм! А дальше этот паренек решил меня 200 айкьюшно развести. Поверь мне, я тебе даю все наши шутки. Поверь мне. Я вижу, что ты авто-турейс, это ты! Он сказал, что они выходят с сервера и готовы отдать мне все, что находится на этой территории. Но это был наглый обман. Когда я начал подходить, он подбежал и включил турели. Но я просек эту фишку и быстренько удрал. Скамер! Хотел меня за сками. О май гот, you try to scam me, why? Wait, wait, going deep? What the f*** is going deep? Shut the f*** up. Every hour of my doors open, you f***ing dumbass. Nice brain, no brain. О май гот, what happened? И вы просто посмотрите на его грустные глаза. Он явно был к такому не готов. Он открыл все свои замки, чтобы отдать этот дом своему другу. Because I'm going to check my f***ing best. А его забрал какой-то бомж, который перелез лестницами и копьями. Окей, I'm going. Maybe see you next wave. I hope I will destroy you next wave. See you. Goodbye, so-so. После того, как хозяин ливнул, я взял компонентики, которые у него нашел, и пошел перерабатываться. Ведь изучать мне нужно было очень много всего. Короче, я пошел изучать базуху. Да, конечно, вход в дом у меня был не самый удобный, зато практичный. Сюда. Сюда скоростная ракета. В принципе, я могу еще икспу и ракету изучить. И все, мне больше ничего не надо изучать. И, наконец-то, спустя несколько часов ко мне зашел мой иностранный тиммейт. О, мой друган зашел, мой кореш. А еще я изучил боевую ракету. И мы уже могли кого-нибудь зарейдить. Йоу, мейт. Hello? Do you see this base? Oh, you picture... You picture... That big base is yours. Yeah, this is mine. Ха-ха-ха-ха. Did they decay? Yep. No, it's not decaying. But go left. Go left, because... Have auto-turrets. Yeah, wait. Yeah, stay here, stay here. Stay here, turrets! No! I've got the eye. Oh, nice! Look at yourself. У нас с иностранцем появилась грандиозная идея взорвать турели, которые находились на нашей территории. И для этого я скрафтил много скоростных ракет. Okay, минус 2 auto-turrets. It's good. Мы разбили все турели, которые только могли. И перелезли к еще одному нашему соседу за забор, где были большие печки и ящики, которые мы могли обворовать. Careful, one more turrets left. И мы залезли сюда не зря, потому что здесь был какой-то луть. Стоял я, значит, дома, никого не трогал и услышал, как по моей территории кто-то бегает. Больше нету на территории. Они онлайн! Они зашли в онлайн! Это зашли остальные ребята, которые жили на этой территории. И они явно не были довольны такому соседу, как я. Hello, бич! Уииииии! Ха-ха-ха-ха! Это так плохо! What the fuck? Plus коллаж, сюда! Я, короче, пойду туда воевать бомжом. Пускай рейдят меня. И потом меня снова попытались развести. Но турели у них уже на территории не было. Ё, я могу, я могу открыть, да, если ты хочешь свободный лут, я открыл эту басу для тебя. Я лутил эту басу для тебя, камни. Сейчас это моя баса. Ты видишь? Моя баса, ты фукурил. Да, да, попробуй открыть больше. Ха-ха-ха-ха! О! О! Я могу выход себе застроить сейчас быстро. Хоть этот парень меня и убил, но убежать от меня у него не получилось. Мне нужно было действовать максимально быстро. И как минимум застроить этот вход, потому что забираться постоянно с третьего этажа было неудобно. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха-ха! Ха-ха! Мен, я могу еще один из Акэйс Űisha, если хочешь. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! 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 я его убил на и он у меня был действительно хороший план я хотел поговорить с этим типом и выманить в него пароли what you do my friend what you do why you kill me brother brother can you give me password please from your gate но он был агрессивно настроен скорее всего дружелюбные соседи ему были просто не нужны и тогда я понял чем я буду заниматься оставшееся время доставать владельца этой территории и калаш вниз упал калаш вниз упала как не к нему попасть я не успел надо было контрить его короче у меня есть другой план я сейчас сделаю лестницу возьму калаш хотя у меня их а у меня их пару даже нормально все сделаем грязю его милки по телефону брооооооо he killed me too much times take it what you see because you don't have too much guns Сюда О! О! А куда Калаш упал? О! Мэн, не отвлекай мне, пожалуйста! О! Обракуй дверь! А сейчас! Или я открою твою базу и дай мне сольфур! Пожалуйста, мэн! У меня семья! Что ты делаешь на моей базе? Ох, хорошо! Но не так больно, если б я просто на землю упал. Все что я у него выбивал, я конечно же сейвил в нашем доме. И когда он понял, что с обычным оружием он не справляется, он решил прибегнуть к тяжелой артиллерии. А дальше, я не знаю, что происходило, но он кидал молотов в своем домике. Что он делает? Он диспавнит лут или что это такое? Что ты делаешь? Я не знаю почему, но этот типчик просто вышел у сервера и не стал дальше с нами воевать. А потом, мне пришлось очень долго ждать, когда же Оку запрыгнет на этот дом. О, Найс! У нас появилось желание отхапать полностью эту территорию. А для этого нам нужно было плотно нафармить серки, которой возле нас не было от слова совсем. Мы нашли поезд и отправились в зиму, но по пути что-то пошло не так. Моего друга придавило поездом. Ты про-геймер в мире, мой друг. Окей, у меня есть мою штуку? Ты прыгаешь, как пепега-геймер, чувак. Я хорошо, что я делал им. Ты прыгаешь, как и самая идея, и я просто убил, милый. На моей базе, они просто убили меня за два томмита, и мой болти, и мой чекки. Верес? Пока я перезапускал компьютер, моего иностранного друга кто-то убил с крупным фармом. И построились они прямо возле нас. По-дустальному кулаку, на северном кулаке. Я кулаку-геймер. По-дустальному кулаку, на северном кулаке. I don't take your body I kill him all, bro Эти ребята были русскоговорящие Я даже в какой-то момент попытался поговорить с ними и договориться Но у вас два варианта Либо вы мне бор отдаёте И серу, которую у вас есть Либо вы не выйдете из дома вообще Вы не выйдете из дома Больше сегодня Паной, 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 паной Так тебе иностранец наныл там что-то Чё я боюсь выйти Ну выйди, попробуй выйти на улицу А чего мне бояться? Я сейчас ещё турель сейчас поставлю на против вас Я не обязан Не обязан Так ты боишься, ты уже боишься Ты сидишь дома и боишься Ты голос боишься показать свою ёбищу Я не уйду у вас из-под хаты, чувак И раз они не умели разговаривать адекватно Я принял максимально гениальное и простое решение Во-первых, построить небольшую вышку, которую я смотрела бы на их дверь И посадить туда иностранца А во-вторых, просто провести турель Разница с разговором в реальной жизни в интернете абсолютно разная Ну тогда не ной, чувак Я в интернете говорю, что это мой мотив Тогда не ной, дружище Чё расплакался как девочка Чё расплакался Все, ну мне кажется, он не выйдет Ну они больше не выйдут Они как будто ливнули Пока я иностранец их кошмарю Я побежал фармить серку Ведь я хотел их зарейдить за их токсичность И вернуть ресурсики ОКО В целом я могу турель, наверное, еще изучить Поставить И плавить все в компаунде своем Вот это было бы неплохо Так как ОКО контролил наших соседей У меня было время наплавить все ресурсики И подготовиться к их выселению Хорошо, что на моей территории были большие печки На моей, ну вы поняли, да? Может пока плавится еще загонять пару ходок У нас было очень много лишнего оружия И чтобы оно просто не лежало Мы решили поставить магазин И продавать всю засерку И вы просто оцените название моего легендарного магазина Пушка и точка Все отлично Спустя 30 минут было уже все готовое к тому Чтобы выселить наших токсичных соседей I go to your base Fucking idiot, I kill him Прикинь Он в доме He's online Careful Нужно еще ракета В своем доме они забились в угол, застроились витринами и начали все диспавнить, но это им не помогло У нас теплый Вы живы, нет? Я не вижу его Он не находит Он слева вышел Он меня сейчас убьет, у меня патронов нет О, нифига, слышь Нормальные ребята Ты понимаешь, он стоял все это время АФК просто А раз они не хотели нормально общаться, мы полностью забетонировали их домик и сделали плотный ремонтик Все В этот же день я еще самую малость укрепил защиту моей территории и добавил несколько турелек И можно здесь даже серку будет плавить уже Включилось? У нас, у нас, у нас, знаешь, кто сидит под вышкой? Кто? Ты слышал? Угу Он голый с вердоткой Его турелек! Вот походу И вы просто запомните этот ник На следующий день произойдет то, чего я от него не ожидал Но к этому мы перейдем чуть позже Оставшееся время я укреплял защиту моей территории и переплавлял ресурсики Ведь на следующий день у меня было много планов Так, сейчас будем смотреть Сейчас будем смотреть, что происходит на моей территории Которую я так нагло отжал Щи-ещ Я живой Странно, что у этих типов Хаток нет Блин, я хочу бахнуть Что-нибудь сегодня Я хочу бахнуть тех типов, с которыми мы вчера воевали Мне кажется У них что-то должно быть по-любому На следующий день я увидел то, что на моей территории сгнил какой-то домик, и мне хотелось его дорейдить. А во-вторых, я увидел то, что мой магазин горит красным. Это могло означать две вещи. Либо в нем очень много серы, либо его взорвали. Магазин не выглядит взорванным. Взорван. Чисто одну стенку взорвали. Интересно, кто его взорвал? У меня были предположения, что его взорвал тот самый челик, ник которого я говорил запомнить. А жил он вот в этом маленьком домике. Ну тут два варика. Либо сосед, который фармил постоянно серу, либо какой-то залетный клан. Но у меня есть две сишки. Сейчас мы вскро... Будем делать анбоксинг хаты соседу. Пи-би-пи-пи-пи-пи-пи. МВК-дверь? Обычная дверь. Блин. Нормально у этого пацана лута здесь было. А в его ящике я нашел записку, в которой говорилось, что он взорвал наш магазин. И адресована она была дизлексией. То есть, моему иностранцу. Чувак, знаешь, что у него написано? Ха-ха-ха. Сори. Этот лут был взорвлен в 3 часа пи-пи-пи. Я рейд... А, он зарейдил магазин и взял большие вещи. И так... Слышь, он обиделся то, что мы его вчера убивали на эффект. Ха-ха-ха. Кто это? Это тот школьник, который вчера сидел у нас под катой. А че за дом, погоди, это вот этого типа? Да, да, вот квадрат, который... А, ты его вынес? Да. У меня оставалась самая главная задача. А именно, зарейдить тех ребят, на чьей территории я жил. Хм. Гантрапа, да? Вот он. Тут что-то есть. Карточки. Неужели они только это говно и сейли? Нарезов, я так полагаю, здесь не будет. Уголь. Уф. Уф. Понял. Ну отсюда мне, походу, только уголь нужен был. Ага, фиг, я допрыгну. После того, как я зарейдил сгнивший домик, у меня оставалась последняя цель. А именно, та самая металлическая база. Но для этого, мне нужно было плотно постоять на крафте. И в это же время, по таймингу зашел мой иностранный друг. Это ваша первая рейка, или нет? Я тихо, чтобы крафт слишком много гунг-поудра и explosива. Это так долго. Я тихо, я тихо. Я тихо, я тихо, я тихо, я тихо. Я тихо. Да, я тихо, я тихо. То, что через эту тихо, на воду. Тихо, я тихо. Тихо, я тихо. и таким нехитрым способом мы избавились от всех ребят которые жили на нашей территории и теперь мы действительно ее могли назвать своей и если вы думаете что это концовка то вы очень сильно ошибаетесь на этом сервере зарядить нас хотели многие и чтобы постоянно не онлайнить и не следить за этой ситуации я решил провести камеры и просто ждать момента когда же нас кто-нибудь придет рейдить тебе кажется и мне не кажется а мне кажется 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 да мне кажется нет я перекрестился уже десять раз я уверен что это он я не знал какую базу буду трейдить поэтому камеры провел на все домики это анти-оффлайн рейд у нормально кстати видно тут все видно и тут в целом все видно супер все осталось дождаться рейда и чтобы меня пришли рейдить мне пришлось даже выйти из этой игры и полностью скрыть профиль я притворился что меня нет в сети и сел на камеры выжидать подходящего момента представляли бы вы себе сколько же я сидел на этих камерах это было действительно очень 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 долго спустя 7 часов в то время как я отошел от компа и пошел делать себе кофе как назло пришли они и начали отстраивать кибитку прям возле меня так что-то я нифига не понял что мне кажется или тут что-то построилось может это мой друг иностранный что-то строит он же говорю что-то про базу какую-то которую они строят ну он хочет построить нового такой прекрасный отсюда вид подожди это не мой друг что у него базука в руках а пока я дождался они уже пробили дырку вот в вот в в в в в в в в в ОГО Что с моим домом? И пока исчелил на спальники, иностранец включил режим терминатора и просто уничтожил всех, он настолько преисполнился в этом файте, что даже убил меня. Уничтожил его! Уничтожил его! Уничтожил его! Уничтожил его! Вы знаете, болтолет-болтолет? Бро, 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 бро! Ластый рокет! Моя, мое, мое! Пусть, пуст, пуст, пуст! Оооо! Рокет, рокет! Ооооо! Найс! Найс! ахахаха здесь три чкин не смеешь 3 чкин 3 чкин это все для луков? не это не, не 3 не смеешь это 10 чкин давай 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 все остальные хорош я не понимаешь играть на видео И это даже не цитает мне, если ты ютубер, я просто просто люблю играть с тобой, ты хороший игрок. Окей, брат, увидели следующий вайб. Соб�и, смотри, 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 смотри. А хочешь закрепить вас с одной тренировкой борьбы? Спасибо за этот вайб, ты очень хороший игрок. Спасибо. Око, ты лучший. Скажи мне, если ты хочешь играть больше, брат. Скажи, если ты хочешь играть больше, брат. До свидания. Для меня этот вайб был полностью завершён. И по нашей с вами традиции, я его попросил меня убить. Этот вайб в моей памяти останется надолго. Я познакомился с действительно отличными ребятами. И вы просто вдумайтесь, вся эта история началась всего лишь с одного поступка этого доброго парня, который подарил мне двушку. После того, как я закончил вайб, я решил вернуться к истокам. Но, к сожалению, домик того паренька был полностью взорван. От него не осталось и следа. Но огромное ему спасибо за то, что он меня не обманул и дал шанс на выживание. Нет, этот школьник... Его зарейдили. Вот его магазинчик. Я расстроен, я хотел ему дать лут. Надеюсь, вам понравилась данная история. И вы поставили свой лайкосик, написали комментик и подписались на канал. Впереди вас будут ждать только лучшие истории. И самое главное, будьте добрее к окружающим. И доброта к вам не раз еще вернется. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok